Выборы давно закончились, ни у кого вроде бы не осталось уже никаких сомнений, а победивший кандидат все еще клеймит проигравшего по старинке в Фейсбуке и жалуется депутатам Верховной Рады на пока еще Верховного Главнокомандующего, раздающего направо и налево чины и звания. Это напоминает мне туристов в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже прибрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенце, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходят. Зрителей наверняка позабавила туристическая аналогия. И, похоже, на Украине шутка, которую повторили дважды, становится только смешнее. Веселые сценки о расхищении гостиничной собственности уже лет 8. Интернет все помнит, пусть записи не в лучшем качестве. Теперь по поводу мини-бара. Что такое? Там все бесплатно. Да к черту бутылки! Верните сам мини-бар! Не бывает, это какой-то кошмар! И сейф, кстати, тоже. Значит так, сейф я тебе не верну. Я забыл код, а у меня там 25 гривен. В администрации президента Порошенко, наверное, должны были с гневом отвергнуть само предположение о том, что глава государства может присвоить чужой халат или тапочки. Но ответ оказался неожиданным. До момента инаугурации нового президента Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции. Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Номер не номер, а ясно. Все, что внутри, пока в полной власти Петра Порошенко. И неизвестно, когда у него чек-аут. Даже день не назначили. Владимир Зеленский торопится заселиться. И требует от депутатов Верховной Рады объявить, наконец, дату инаугурации. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины. Думайте, пожалуйста, не про депутатские ксивы. Думайте про Украину. Если Владимир Зеленский вступит в должность 19 мая, он сможет распустить парламент и назначить досрочные выборы. А если после 27-го, то уже не сможет. И, конечно, депутаты не могут об этом не думать. Выбор до того тяжелый, что некоторые из них пытаются найти подсказку среди звезд. Я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю, имею большой жизненный опыт. 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое «гнилое воскресенье», на которое никто ничего хорошего не начинает. И вообще ничего начинать нельзя. Это открытие, возможно, тянет на Нобелевскую премию, потому что до последнего момента такого термина, как «гнилое воскресенье», современная наука не знала. Такого понятия в науке нет вообще, в астрономии в частности. Я думаю, депутат просто спутал два разных дела. Астрономию — науку, и астрологию — гадание. Звезды вообще так от нас далеко, что никакого значения в нашей жизни не имеют. В общем, Земля по-прежнему вертится, и с каждым витком неизбежно приближает тот, пока еще точно неизвестный день, когда Петру Порошенко придется освободить место. И ему явно не до размышления о том, как сойдутся звезды. Он уже был вынужден побывать на допросе по делу о расстреле на Майдане. Слово «коррупция» все чаще звучит рядом с его фамилией. А окружение Владимира Зеленского обещает отменить одиозные решения уходящего президента. Петр Алексеевич как будто старается принять побольше таких решений. Переназначаются судьи, переназначаются высшие должностные чиновники. Но естественно, что это волей и неволей, это скажется на работе общего механизма государства. И тем более, что люди-то назначаются не лояльные Зеленскому, а те, которые, вероятнее всего, будут ему очень создавать проблемы в его работе. Главный вопрос, когда же новый президент наконец начнет работать, так пока и остается открытым. Ответить на него депутаты должны в понедельник. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении инаугурации в два этапа. В здании парламента и потом на стадионе Олимпийский. В этом месте вообще кажется какая-то критическая точка украинской политики последнего времени. От кандидатских анализов до предвыборных дебатов. Теоретически страну ждет новое зрелище, которое на какое-то время заставит забыть о скучных вопросах вроде «А что дальше?».